Здравствуйте, дорогие друзья! В предыдущей лекции говорили о Великом Посте, как соблюдать пост, что мешает, что важно, что не очень важно. Сегодня как раз продолжим эту тему, поговорим более подробно. Вот самое большое препятствие, которое сейчас мешает нам во время поста, да и не только во время поста, а вообще в духовной жизни. Один из самых больших проблем в современном мире, если не самая большая проблема, это огромный информационный поток. То есть мы постоянно находимся под нажимом информационных потоков. И вот в этом состоянии думать о Посте, а вообще о духовной жизни очень сложно, если мы будем поддаваться гене. Понимаете, о чем речь? Это и интернет, и социальные сети, и всякие новостные каналы, и телевизор, и так далее, и так далее. Конечно, мы можем их использовать для наших целей, для духовных целей, для христианских целей, что мы сейчас пытаемся как раз делать. То есть как бы они нападают на нас, а мы идем на контратаку, ну и так и жизнь продолжается. Но в современном мире держать фору, держать уровень, бороться против этого, становится все сложнее и сложнее. Ну, я несколько примеров приведу, чтобы стало понятно. Ну, например, несколько сот лет назад таких проблем не было. Вот как, например, апостол Лука пишет в книге Диане, да, 17 глава Диане апостола. Павел, говорит, пошел пропобедовать в Афине, и, говорит, обычные граждане, афиняне, говорит, ничем не занимались, как собрались, говорит, во горе, то есть площади, чтобы узнать всякие новости. Ну, а чем они должны были заниматься? Ну, ели, пили, гуляли на берегу моря, потом ходили узнать какие-то новости, какие-то мореплаватели, какие-то купцы пришли, какой-то новый философ пришел, вот, и театр ходили максимум. Этими заканчивалась, в принципе, жизнь и поток, информационный поток. Ну, сидел ты у себя дома, смотрел с окна или с балкона, ну, за два-три часа, ну, может быть, одна женщина пошла, там, укутанная вся, или конь поскакал, там, кто-то на коне, да, или корова там, да, и ты побежал, там, площадь обсуждать, кто это было, и все, в принципе, да, а потом потемнело, и люди ложились, спали, там, 10 процентов, всего 10 процентов. Население, может быть, было и грамотным, что-то читали, если были, вот, меньше, чем 10 процентов. Да, если знали, то и у них дома, может быть, книга была или не была, да, вот. То есть, и поэтому тогда очень многие люди становились священниками и вообще пошли в духовенство. Почему? Потому что это было единственным, фактически возможным путем, как-то расширить свой кругозор, ну, стать грамотным, да, и что-то познать. Вот. А сейчас мы имеем совсем другую ситуацию. Прямо с самого утра все начинается, вот. Сразу телефон включил, там, пошел поток новостей, сообщения, вошел в социальные сети, там, лайки, 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 фотки, 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 да. Этот прямо в эфире, тот прямо в эфире, этот показывает свою еду, сфоткал, ну, может быть, постную, не постную, не имеет значения. Вот. Это что поел, это что отдел, и пошло-поехало, да. А потом ты хочешь еще и поститься, еще и помолиться. Не получится, потому что твой мозг уже перегружен огромным количеством вот ненужной информации, мусором, фактически. Это информационный мусор, который перегружает мозг человека, и человек не может ни о чем думать. Понимаете? Чем заполняется голова, да, о том и думает. Потому что ты посмотрел, ты даже хотел вот погоду смотреть, вошел, например, в Майл.ру или в Яндекс, да. Несколько новостей прочитал, и твои мысли уже поплыли, пошли-поехали. Ты начинаешь думать об этом, переживать, там, кто-то за кого-то замуж выходил, там, кто-то женился, кто-то развелся, кто-то кого-то убил, кто-то умер во время операции увеличения груди и все такое. Ты это все думаешь, 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 да, понятно, да, и все. А потом ты должен еще и молиться, или жить с духовной жизнью, или что-то читать. Понимаете? Вот этот информационный поток, конечно, он больше всего мешает, по моему мнению, в современной духовной жизни. Потому что он тебе все берет в плен. Ты постоянно под впечатлением. Ты постоянно под впечатлением. И ум становится рассеянным. Разум становится более рассеянным. Когда ты хочешь что-то сделать, не получается, потому что твой мозг привык постоянно, легко доступную какую-то информацию, визуальную, при том, постоянную. То есть какие-то фотки, картинки, видеоклипы. Когда раньше этого не было, например, лет 20 назад, ты мог концентрироваться, сидеть, какую-нибудь книгу читать или статью читать. И это получилось нормально, относительно легко. Сейчас я общаюсь с молодежью, все труднее и труднее. Люди не могут читать, даже 15 минут не могут читать. Ну почему? Можно маленький видеоклип смотреть, можно фотки смотреть. А читать не получается, потому что мозг сейчас настроен по-другому. Вот. Из-за информационных потоков. Информационные потоки больше всего, то есть человека настраивают на развлечение. На развлечение и пустые поиски каких-то новостей. То есть 2-3 дня не смотрел новости или телевизор не смотрел, у тебя уже начинается этот синдром зависимости. Ты не в своей шкуре, начинаешь нервничать. Типа, как это получается, я не знаю, что в мире творится, как будто все это зависит от тебя. Как будто, если ты не узнал бы, в мире то же самое не творилось бы. Ну, хочу сказать, что не волнуйтесь, понимаете. Если что-то серьезное будет в мире происходить, вы и так об этом будете знать. Обязательно кто-нибудь из друзей, из подруги позвонит, скажет, или услышите, или увидите. То есть не получится так, что вот вы такое очень грандиозное упустили. Ну, я не говорю о тех, которые постоянно в желтой прессе. Или постоянно интересуются жизнью каких-то звезд разного происхождения, а потом еще и попытаются жить духовной жизнью. Ну, не получится. Не получится. Еще в 10 веке отец Григорий Нарикоци, вот Хусрова Андреева Циун, когда написал хорошие слова, что у людей, у которых рассеянный разум, да, рассеянный разум, они не могут никогда преуспеть в духовной жизни. Вот в этой книге о циармянской церкви о духовной жизни, там, в принципе, очень хорошо написано об этом. Он, бедный, не знал, какие информационные потоки сейчас, в 21 веке. Потому что если каким-то чудом какого-нибудь человека вот взяли, кинули сюда, например, да, и держали там неделю в обычной квартире, да, он, наверное, уже с ума сошел бы, кем бы он ни был. Потому что тогда мозг не мог воспринимать состояние современной жизни. Поэтому если мы хотим поститься, если мы хотим, чтобы у нас были хоть какие-то передвижения в духовной жизни, надо ограничить информационные потоки. То есть надо ограничить свое нахождение и в социальных сетях, и в интернете вообще. Возьмите книги, читайте книги. И если и все-таки надо входить, тогда входите именно в духовную область. Найдете себе все-таки мужество, да, понятно, как закрываешь, хочешь интернет, сразу идет поток уже, сразу тебе, тут же на тебя сваливается этот поток новостей всяких, да. Но надо найти себе мужество, набрать, например, то, что ты ищешь, и смотреть это то вот. Тоже набраться мужеством, вот сидеть 15-20 минут, смотреть или читать то, что ты, что хочешь, имея в виду духовное. И после окончания также набраться мужеством, опять не зайти, опять не копаться, фотки-фотки смотреть, или лайки ставить, или смотреть, кто тебя лайкнул, да, а опять выходить оттуда. Если это получится, если это получится, ну, может быть, это у вас станет привычкой, вы уже можете более равнодушатно относитесь ко всему этому. То есть я не говорю, что надо отказаться от интернета вообще. В современной жизни не получится. Но вот эту силу, которая есть, да, надо попробовать подчинить себя. Христианство как раз на то и христианство, что христианство не убегает и не отказывается, да, а христианство заставляет себя служить. То есть христианство контролирует, а не контролируется, да. То есть надо вот этот момент контролировать. Если контролировать, конечно, интернет очень большой помощник. Вот сейчас как раз благодаря интернету и не только вы видите, да, видят и слышат очень многие, да. Не было интернета, конечно, такой возможности не было бы. То есть интернет как оружие. Можешь себе стрелять в голову, можешь и другим стрелять. Вот. Поэтому вот надо это использовать, надо это использовать разумно. Это очень важно. То есть эта проблема была с древних времен. Ну, если сравнить древние времена, ну, просто несравнимо. Что было тогда, что было сейчас, да. Я помню даже лет, ну, 90-е годы, когда еще интернета не было, да, вот, таких проблем тоже вот особых не было. Хотя люди тоже как-то вот свое время проводили. Ну, помните, там, в ереванских улицах вот позже лягушки там ребята вот так сидели, да, вот. И смотрели туда-сюда, туда-сюда целый день, да, во дворе собрались, вот. Смотрели, потом пошли по домам, потом опять вышли, потом опять по домам. То есть, а сейчас уже выходить не надо. Сейчас, в принципе, можно дома сидеть и уже знать, где, что, как, с кем творится. Вот. То есть, сейчас вот такая проблема, поэтому с этой проблемой надо бороться. Это очень важно. Если вы не сможете это преодолеть, ничего не получится. Я по своему собственному опыту могу сказать, что если будешь сидеть и постоянно интересоваться какими-то новостями, или смотреть этот клип, эту фотку, эта новость, то время проходит, два-три часа прошло. А я уверен, что 90% духовное знание не тратит, 100%. А вот на вот этот, вот на этот праздность, да, вот на это пустословие, не только пустословие, вообще пустое занятие, да, вот очень многие, очень многие. Притом сами даже не чувствуют, как это происходит. А концентрироваться, что-то полезное делать становится всё сложнее и сложнее. Становится всё сложнее. Почему? Потому что я говорю, ну, тогда многие скажут, ну, вот мы хотим, ну, дело даже не в интернете, да, вот там. Есть люди, которые, в принципе, особо и не сидят. Я знаю людей, которые, в принципе, вообще ни в одной социальной сети даже не зарегистрированы. Да, вот. Но у них другая проблема. Они просто, просто не могут, как они говорят, годить. Я не могу настраиваться. Я понимаю, что да, Бог есть и так далее. Но вот я не могу уверовать, я не могу, то есть, себя заставить что-то сделать. Не получается. Ну, знаете как, сразу ничего не получается. Он не даётся. Потому что, если ты 20-30 лет вот эту свою жизнь исправить, и чтобы у тебя в течение одного-двух или недели там всё получилось, всё потекло по маслу, ну, не получится. Понимаете? Потому что мы сколько лет, сколько лет жили против Бога, да, а потом хотим сразу пойти, то есть, по указанному пути, то есть, не по богопротивному. Сразу идёмся. Потому что, то же самое, если ты свой мозг заполнил, заполнил, заполнил новостями, ну, или всяким, вот, всяким ненужным мусором, да, а потом вдруг там что-то духовное, что без твоего мозга очистится, а очиститься тоже сразу не получает. Это же долгий процесс. Понимаете? Кстати, телесные заболевания и духовные заболевания, они, в принципе, возникают одинаково, текут одинаково, течения одинаковые и почти одинаково и лечатся. Это тоже самый процесс. Вот ты ел, 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 да, этот, вырастил пузо, да, там, уже нарастил пузо, а сначала, да, ты удовольствием смотришь на него, это же как-то самооценка типа такая, да, мужская, вот. Вот, ты себе доволен, ну, а потом у тебя потихоньку возникает жировой гепатоз, да, ты идёшь к врачу, да, уже печень мешает, этот, беспокоит, говорит, я хочу, то есть исправить ситуацию, я хочу лечиться. Ну, врач говорит, надо соблюдать строгую идею, тут там стол номер пять, вот эти лекарства пить, этого не делать, это не кушать, это, говорит, а доктор, а нету лекарств, что выпить и сразу выздороветь, да? Что ты сделал в течение десятилетия, даже за месяц, за два лечить невозможно. Нужно, время нужно, упорство нужно, настрой нужен, нужна борьба, одним словом, да, а бороться мы не хотим. А потом говорим, врач был, говорит, слабый, так себе, говорит, о какой-то диете говорил, о каком-то образе жизни, да, нормального никакого лекарства не назначил. Вот, ну, ты понимаешь, что человек просто не хочет, не хочет. То есть надо хотеть. Если не хочешь, если не хочешь, ничего не получится. Насильно же никто никого не спасает, понятно, да? Вот. Есть люди, которые, ну, может быть, где-то и хотят, но ни сердце, ни душа, ни тело не настроены. Вот человек любит какие-то грехи, да? Человек любит грехи. Он понимает своим разумом, что это плохо, да? Но сердце тянется к этому. И сердце тянется, и тело тянется, всё тянется. Понимаете? И поскольку против разума объединились несколько сил, да, он ничего не делает. Он ничего не делает, а разум побеждается, и человек идёт по потоку опять, поддаётся вот этому потоку грехов и идёт. Надо хотя бы, прежде всего, найти в себе мужество и признаться, что вот я такой, я такой плохой, я вот такой негодяй. Я осознаю, но ничего с собой делать не могу. Господи, помоги. То есть без Господа я сам не могу справиться. Я не могу справиться. То есть тогда ты осознаёшь тяжесть ситуации и призываешь на помощь Бога. Вот Бог тогда будет помогать. Если ты честно признался в себе, что ты такой, если признался, что у тебя нет сил, и даже желаний нету, но есть чего, есть единственное, есть осознание, что это неправильно, да, тогда Господь поможет. Вот тут уже надо подключить всё-таки силу воли. Потому что я говорю, если годами грех повторяется, невозможно за один момент, это очень, очень редко бывает. Очень редко бывает, как должны быть какие-то сильные там потрясения, потрясения, да, потрясения должны быть сильные, чтобы человек вот вдруг взял и отошёл. А в основном, в основной массе, в основных случаях идёт вот такая долгая, изнурительная, вот такая. Или борьба идёт, или вообще ничего не идёт. Человек такой остаётся в тепло-хладном состоянии. Поэтому прежде всего надо признаться, что да, вот я такой. Следующий шаг, если человек может себе найти усилие, уже идти к священнику. Потому что есть грехи, которые можно преодолеть относительно легко, а есть грехи, которые тебе будут преследовать всю жизнь. И ты должен быть в постоянной борьбе. Это тоже как телесное заболевание. Есть заболевание, которое ты вот выпил лекарство, вылечил и всё, и пошёл вперёд. Это лекарство, это заболевание тебе, скорее всего, мучить не будет. А есть заболевания, которые до самой смерти они будут таяться и ждать, пока ты не ослабнешь. Ну, например, вирус герпеса. Ну, 90% здесь сидящих вирус герпеса есть. Пока иммунитет хороший, он сидит в клетках, спит. Как иммунитет ослабнет, он поднимет голову и будет проявляться по-разному. Вот так грехи, есть грехи, которые такие. Например, грех блуда, или похоть. Вот похоть, как вирус герпеса. Он, если ты духовно силен, ты можешь загнать его в угол, он голову поднять не будет. Если ты начнёшь духовно ослабевать, он поднимет голову и придётся опять избегать к лечению. Вот. Ну, прежде всего, я говорю, вы должны сами. Вы сами должны начинать. Чем отличались святые, например, от нас? Вот святые отцы говорят, вот они же святые отцы. Они такие же люди, как мы. Но у них было упорство. У них мотивация была сильнее. Они где-то были людьми упёртыми, более чем мы. Вот если это будет, Господь даст благодать. То есть, если Господь видит, что у человека есть желание, желание есть. Вот желание просто есть, да? Действительно. Вот тогда Господь помогает. Если желания нет, он не поможет. Как пишет блаженный Августин, когда он жил в грехе, осознал, пришёл к Господу, но всё-таки сердце легло ещё в сторону. То есть, сердце было на сторону греха. И говорит, Господи, помоги мне, пожалуйста, но только не сейчас. Почему? Потому что сейчас нравится греховной жизни жить. Он осознал, но только не сейчас, ещё чуть-чуть. Понимаете? Вот это чуть-чуть-чуть-чуть может продолжаться. А чем больше продолжаться, тем глубже корни пускает грех уже в душе. А потом искоренить бывает сложнее, всё сложнее и сложнее. Вот поэтому Бог поможет тогда, когда Он почувствует, что мы действительно, действительно хотим. Вот если мы действительно хотим, Он поможет. Если не хотим, ну, не будет насильно Он войти, входить в наше сердце. Такого не бывает. Вот я сказал, прежде всего, прежде всего, надо осознать своё убогое состояние. Когда осознаёшь своё состояние, чувствуешь, что ты слаб, ты сам не можешь, да? Тогда ты прибегаешь к помощи. Обычно кто помогает? Обычно священник помогает. В начале своей пути, да, пока ты не исповедуешь свои грехи, на ноги не станешь. Ну, толчок нужен. Нужен кто-то со стороны. Верующие люди помогают церковь. Надо менять потихоньку-потихоньку круг общения. Если твоё общение греховное, ну, такие хорошие ребята, которые, типа, поедем там, покушаем, попьём, погуляем, да, а ты решил поменять свою жизнь, а ты находишься в этом сообществе, будет сложно. Апостол Павел говорит, плохое сообщество развращает нравы. То есть, надо отказаться. А Христос говорит, отруби и выкинь. Это не означает, что в руку отрубите, не глаз венюйте. Это говорит, уходи от этого сообщества, потому что это соблазн для тебя. Это для тебя соблазн, да? Многие... Например, я знаю, люди исповедуются часто там в разных грехах, а в черевоугодии никто не исповедуется, потому что это естественное явление, что-то такое. Почему? Потому что всё-таки, в отличие от других грехов, мы каждый день кушаем. И это ослабевает нашу бдительность. Поэтому кусочек там больше ели, кусочек меньше ели, никто не считает. Это с черевоугодия. Но черевоугодие – это серьёзный грех, и от черевоугодия всё и начинается, да? Я почему это говорю? Вот ты хотел, например, исправиться, в воскресенье идти в церковь, но, друзья, тебе зовут идти хаш кушать с утра, в воскресенье обычно, когда собираются, да? Вот церковь у тебя под носом, где в церковь не идёшь, зато берёшь такси, едешь за треть земели, там, за Макадом в какой-нибудь ресторан, вот, где тебя ждут, да? Ну, кушаешь, ну, говоришь, ну, да, пустил, ну и что? Вот это настоящий черевоугодие – это смертный грех, понимаете? Ты предпочёл, то есть, своё пузо от Божьего присутствия, вот, и пошёл туда. Вот это серьёзный грех. Да, никого не убил, не ограбил, да, но это такой же смертный грех. Как бы, например, кого-то убил, какая разница? Смертный грех – это смертный грех, и семь смертных грехов. Один из них – черевоугодие. То есть, надо настроиться, надо идти, но потом, чтобы ещё это тоже не стало какой-то привычкой, да? Многие, например, очень любят исповедоваться постоянно. Как что-то случилось, сразу побежали исповедоваться, да? Там идёшь, да, батюшка там, пожалуйста, спросите, в метро не туда смотрел. Ну, говорит, ладно, иди больше туда не смотри. Через месяц приходит, опять туда не смотрел. И так, десять раз, потом уже заходит, батюшку уже знает, говорит, а, опять туда не смотрел. Ну, говорит, да. Ну, надо немножко всё-таки батюшку тоже пожалеть, потому что вы не одни. Вот, что вот вы, у вас ничего не получается, да? Вот надо это признать, надо это признать, вот открыть сердце перед Господом, а потом ещё и можно уже идти в церковь. Надо настроиться. Надо ограничить себя вот этих всех-всех потоках. То есть, и интернет-потоки, да, и люди, которыми вы общаетесь. Если таких людей у вас мало, вам повезло. Если вы работаете среди таких людей, вам, конечно, повезло меньше. Но, опять же, Господь всё это видит, и Господь никогда не даёт, не пускает, то есть, испытания сверх наших сил. Если вы настроитесь, Он поможет. Мини-первые, не последние. Как говорит апостол Павел, всё могу сделать через укрепляющего меня Иисуса Христа. Вот с Ним могу делать всё. Без Него ничего не получится. С Ним всё сделаем, без Него ничего. Нужен настрой. Нужен настрой, надо себе сделать шаг. И никогда не отчаиваться, если сразу не получится в грехе. Не получится за месяц вот прямо вот так освободиться. Нет, бывает, что от сквернословия можно относительно легко освободиться. Вот от сквернословия, да, ты начал ходить в церковь, ты начал менять свою жизнь. Сквернословие тебе доставляет отвращение. Даже если рядом слышишь, что люди сквернословят, просто разговаривают, тогда матом разговаривают, отворачиваешься. С этим легко. А есть грехи, с которыми тяжело, которые требуют постоянной борьбы, и расслабиться нельзя. Но я говорю, если у вас есть настрой борьбы, Господь даёт благодать. А благодать Он даёт всегда безмерно. И от нашего сердца зависит, насколько мы примем. Вот как Господь даёт благодать, мы чувствуем, что действительно, мы ведь бессильны, ведь те вещи, которые вчера не удалось сделать, мы сейчас можем делать. А потом благодать уходит, почему, что мы сами уже начали работать. Потом опять приходит, вся духовная жизнь идёт волнообразно. Просто это волнообразие должно повышаться, идти вверх, а не вниз, или оставаться на одном уровне. А то благодатное, весь благодатное состояние будет постоянно нас сопровождать. Это не должно нас вести в отчаяние, и не должно нас пугать. Вот это важный момент. То есть мы настраивались на очень серьёзную борьбу. Борьбу против самого себя, борьбу против злых духов, борьбу против страстей, которые через них и приходят. Как говорит Павел, говорит, наша борьба не против каких-то политических сил, или каких-то там видимых физических явлений. Наша борьба, говорит, духовная. Наша борьба духовная. А этой борьбе надо быть готовыми. Если не будем готовы, ну тогда что делать? То есть сначала подключается разум, потом подключается сила воли, потом подключается сердце, а потом уже всё это входит в душу. Если в разуме веры нет, то это всё становится бессмысленным. Такие люди, вот этот, рассеянным умом, о которых говорит андревоци, и вообще многие святые говорят, вот, это такие люди, да. Ну там, в современный мир предлагают очень много развлечений и поисков. Кто-то ищет, кто-то увлекается машинами, кто-то женщинами, кто-то деньгами, кто-то едой, кто-то развлечениями, кто-то путешествиями, кто-то вместе всё это, вместе взятых. Да? И так и жизнь заканчивается. Так что, дорогие друзья, я желаю, что мы все могли найти в себе силы и решительность противостоять грехам, могли найти решительность, ограничить сейчас вот эти информационные потоки, не для того, чтобы после поста опять возвращаться, да, а чтобы это стало для нас привычкой, и мы таки должны продолжать жить после поста. Ведь пост – это что? Это шанс. Это вот такая возможность изменить свою жизнь, и чтобы эти изменения уже остались в нас и после поста. Это как стартовая площадка. Для этого мы постимся, и для этого именно постимся именно сейчас. Да? Вот если это у нас получится, если получится, тогда значит, мы сделаем шаг вперёд в духовной жизни. Да? По сути, все грехи, а не смерть. Но тогда, получается, не смерть, который какого-то не бывает? Или есть какое-то проявление какого-то, которое не является им смертью? Нет. Любой грех, который станет, который будет преобладать над тобой, он станет смертным. Он станет смертным. Просто есть грехи, которые сам по себе ты совершил, это смертный грех. А есть грехи, которые вроде бы и не особо смертные. Да? Но если ты зависишь от этого греха полностью, да, нет никакой борьбы против этого греха, ну, этот грех станет смертным. Потому что грехи не бывают изолированными. Они все взаимосвязаны друг с другом. И один грех начинает подтягивать к себе другие грехи. Одна страсть подтягивает к себе другие страсти. То есть, получается, если человек один раз помнился, то это еще не смертный грех. А если он зависим от этого, то... Если он зависим, да, значит, он смертным грехом. Конечно. Поэтому не все вот эти всякие грехи, там, надо побежать к священнику исповедоваться. Типа, Господи, прости, там, батюшка, простите, там, полкатлетки больше съел, я вчера... Или во сне видел, как я, да, во сне кушаю пиццу, гайд, в ночном клубе, и там, сквозь стриптиз, вот, пожалуйста, помогите мне, да, вот. Понимаете? Грех, когда становится смертным, когда нет никакой борьбы против этого греха, и вы поддались этому греху, идете в потоке. То есть грех владеет вами, вот это смертный грех, и не имеет значения, какой грех. Чревоугодие тянет к себе, приводит к блуду. Чревоугодие приводит к лени. Лень тоже порождает блудные помысли. Гордыня приводит к зависти. И так далее. Жадность приводит и к гордыне, и к зависти. Не бывает человек, очень хороший человек, но очень жадный. Видели таких людей? Да? Или очень смиренных людей, очень смиренных людей, но завистливых. Таких видели? Да? Или очень отзывчивый человек, но гордый. Да? Вот. Тщеславный. Видели таких? Такие бывают как раз. Потому что причина как раз всего хорошего, что делают, это их не тщеславие. Поэтому, то есть грехи, это самая история, когда Григорий Просветитель спрашивает ангелу, то есть какой грех самим маленьким? Ты не борешься. Он не станет самим большим потом. Это как семена. Любые семена дают плод, если ты не борешься с самого начала. Поэтому нет больших или маленьких грехов. Просто есть грехи, которые сразу возникают и сразу отрывают человеческую душу от Бога. Вот это почему смертные грехи. То есть их удар более болезненный, их удар более опасный. А есть грехи, которые по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот. Да. А если ты борешься, борешься и ничего не получается в этой борьбе, значит придется идти, значит у тебя не получается. Ты должен все-таки понять, у тебя получается или не получается. Если ты тормозишь месяц, два, три года и ничего не получается, значит тебе нужна посторонняя помощь. Церковь для чего данного человека? Вот. Если мы могли сами справиться, тогда не нужно было ни таинства, ни исповеди, ни покаяния, ни церкови. Ну, сами вот это вот я сказал, вы слушали, пошли, начали там тренироваться. Понимаете, да? Получится или не получится, это даже, знаете, есть такая... Получится или не получится, один Господь знает. Да, потому что смирение – это очень странный предмет. Мы не думаем, мы не думаем о том, получится или не получится, когда боремся. Понимаете? Если мы будем сидеть, думать, жизнь пропустим. Все. Давайте этим закончим. Спасибо. 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 Спасибо.